Всем доброе утро! У нас сегодня на завтрак в Гренке. Домашние яйца. В Гренке получаются желтенькие. Дарья, что ты выйдешь? Не давай махунку? Не давай махунку? Опа! Давай еще раз его. Держись, братец. Нет? Держись, братец. Продолжение следует... 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 А мы ездили гуляли, только приехали, набегались, напрыгались. Милана, даже когда банан ест, такое делает лицо. Как будто кашку дают, доча, банан вкусный, ой, какой банан вкусный, что-то мне кажется у вас слишком много игрушек, они все вон оттуда постаскивали. Вкусный банан? Давай. Ам. Ой, блин. Тихо, 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 Дамир, аккуратно ходи. Сынок, аккуратненько надо. На, кусай. Ах ты, он мне чем-то уж себя точно напоминает. Что? Даешь ему поменьше откусить, он, знаешь, как это, кусает. Весь рот забит, он даже жевать не может. Ну да. Ну да. Как ты прям. Тебе помнишь, гамбургер дала откусить или хот-дог, не помню? Так откусила, полгамбургера не было. Пока есть возможность, мы раскусать, да, Дамир? Скажи всем привет. Мы тут на почту приехали, да. Ага. Папа с Дамиром пошли. Пойдем с тобой в тенек. Ходим гуляем, запасаемся витамином D, и сейчас такая жара у нас, что мы только выходим утром и к вечеру. Зачем смотри, а там тоже, смотри, бибики, где машины? Ага. Где машинки? Ага. Где машинки? Покусанный мой. Покусанный малыш. Зашли в пенсионный сейчас, а там женщина сидит и говорит, весело вам? Говорит, однако. Я говорю, да. А в пенсионный вопрос задает, сегодня выспались? Я говорю, что мне не видно, что ли? Нет. Зубы лезут у нас пачками. Прям пачками лезут зубы у обоих. Вот мы немножко капризульки. Ну ничего, скоро это пройдет, да, доча? Ничего. Ай-яй-яй. На раз-два-три выбегаем. Как бы мне не хотелось туда идти, но надо. Там, наверное, степь 50. Фу, не хочу. Взяла чашку, нужно пойти собрать огурцы и помидоры. А до теплицы дойти надо, а еще и в теплицы. Представляете, как там духота. Сейчас дети спят, а мы, прежде чем спать их укладывать, мы комнату остужаем кондиционером. Поэтому у нас тоже иногда не побегнешь много по дому, потому что у нас работает кондиционер. И мы основную часть играем в манежи. И только на конце нера выключаем, мы начинаем бегать по дому, что-то изучать, что-то тормогуть, хватать и все подобное. И сейчас они спят, а у меня есть возможность бегать за огурцами и помидорами и сделать салат. Салат охота. Баня. Не, ну это лучше, чем холодно. Что-то там писал. Ой, у нас хорошо. Я тоже не очень люблю, когда зима такая прям длинная. Я не знаю, что лучше прям претерпеть жару такую, серьезную, я скажу. Либо зиму. Тоже серьезную, я скажу. Все горит. У меня даже эти петуни все сгорели. Ой, посмотрите. Ой, эти помидоры. Правильно, Максик, пей, пей. Хорошо у них там тенечек. Так, что у нас на сегодняшний день? Все здесь красное, все розовое. Ну вот эти вот у нас помидоры. Соседская зависть. Вон они какие. Смотрите, все усыпано. Название, конечно, такое хочется сказать. Кстати, не заведите. Ну ладно, это все шутка, конечно. Но прям вообще красота. Мне нравится. Ладно, буду собирать. А буду собирать и розовые помидоры. Бедные огурцы. И дождеванием делаем. Поливаем два раза в день. Это пипец. Я бы тоже здесь сдохла, если честно. Я бы тоже здесь не выжила. Все, можно тебя сорвать, нет? А еще есть такой торчок? Вот он, наверное, маленький. Так вот еще не набрал. Длину набрал, ширину нет. Вот он, красавчик какой. Вот он, красавчик. Еще есть такие средненькие огурчики? Если честно, огурцы больше люблю, чем помидоры. Жара, жара, жарище. Так, будем набирать вот эти розовые помидоры. Красота какая, горячие. Мне там спрашивают, Диана, зачем ты замачиваешь помидоры там, огурцы? Ну блин, вы попробуйте отсюда их съесть. Они вареные какие-то. Поэтому я их просто охлаждаю. Вот такие вот помидорки какие. Вот они, красавчики. Это я собрала розовые, а есть такие же большие красные. Вот они, смотрите, какие красивые. Все, хватит. Набрали. Осталось, буду готовить. А мы проснулись. Капризничаем, проснулись только из-за того, что жарко стало раньше времени. Поэтому мы теперь капризничаем. И Дамира тоже потянули. Поесть мы не успели. Я только приготовила. Только сели и услышали. Хрень, 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 хрень. Что там такое, доча? Вот все. Ну а что такое? Иди к маме. Давай. Смотри, стульчик. Где стул? Где стульчик? Смотри, смотри. Милаш, смотри. Смотри. Стульчик, стульчик. Хлоп-хлоп-хлоп. Стульчик, стульчик. Хлоп-хлоп-хлоп. Ну понятно все. Стоп. Шли они, шли. И оказались у домика номер пять. Где жила бабочка? С днем рождения, бабочка. А вот и твои подарки. Четыре спелые ягодки. Ух ты, спасибо. У меня уже есть малинка. Давайте-ка посчитаем. Земляничка раз, черничка два, брусничка три. И живи. Скажите, мы нагулялись и мы все замученные. Скажи, мы много на улице бегали, гуляли. Скажи, мы очень сильно устали. Очень при очень сильно устали. Ну ничего. Скажите, не обращайте внимание на мои башмаки. Это, скажи, Миланкины. А где домиккины? Можешь подать мне домиккины? У домиккины тоже есть, но у него размер здесь двадцать первый. У Миланы двадцать. Ура, арбуз. Ох, вот это классно. Это хороший звук, да? Хороший знак. Хороший знак. Маленький. Коварцы тоненькие. Угу. Красота. Короче, все-таки в этом году мы поели нормального арбуза. Да. А в прошлом году мы нормальный арбузов так и не поели. А мы теперь знаем, у кого брать. Кстати, у него всегда хорошие арбузы. Да. Мы уже который раз в этом году берем у него, у него всегда хорошие попадаются. Да. А он честно, он когда, я говорю, не вареный, он когда будет вареный, я скажу. Надо. Да. Хотя сейчас температура под 45. Ну, еще пока нет. Вот дальше будет вареный. Он мне говорил, когда я приезжаю туда на Бакчу, я грузчиком отдельно доплачиваю. Не говорю об этом начальнике, отдельно доплачиваю. Ты взял и уже сдал. Ну, а кто думаешь, мы же сказали, где это. Вот. Зато, по крайней мере, к нему. А вдруг его начальник нас смотрит? Он сам себе начальник. Он ездит, покупает там арбузы, а здесь перепродает. Вот. Он говорит, я доплачиваю отдельно, чтобы мне приемлеменно огрузили коровь и арбузы. Вот. У меня, представляете, челка начала отрастать. Ну, в смысле, челка, вот эти, которые здесь у него волоски дыбом стояли, эти все. Они начали отрастать. Милаша, скажи всем привет. Ой, ты мой, маленький, такой красивый, гуляет. Расскажи секрет, что ты принимаешь, чтобы у тебя волосы, которые дыбом стояли, начали отрастать. У меня дыбом стоит, но ничего не отрастает, да? Угу. Ничего не принимаю. Принимаю, принимаю. Ничего, витамины пью. Я потом, кому интересно, покажу, какие я витамины пью. В сибирском здоровье беру витамины и принимаю. Но я, если честно, такая безответственная в этом плане. Я сегодня принимаю, да, там не принимаю. Короче, все как попало. Забываю просто. С головы вылетает. Вот. Я покажу потом подробно. Это не реклама, конечно, будет. Я сама за свой счет беру. Как-нибудь покажу. Сейчас мы гуляем. Надо будет смотреть. Красота, нет? Какая красота. Милаш. Милаш. Так. А где Милаш? Милаш. 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 Скажи всем пока-пока. Скажи пока-пока. Пока-пока. Скажи. Я гулять поехала. Пока-пока. Не, не хочет. Здорово в землю. Угу. Гляньте. Как земля потрескалась. Мы приехали к маме. Мама с детьми гуляет. А мы будем сейчас набирать отсек. Рушану не хватило. Отсела. Мама все-таки закрыла, да? А ты не сможешь открыть этот? Не затянешься? Ворота. Мам, замок замыкает. Что? Никак? А ты же как-то открывал, Олег. Я открою, да. Мама потом как тебе откроет? А, она может своим ключом откроет. Потому что не открывает. Проверим, когда привезем ее. На трамбовку дали всего лишь на один день. У меня не хватило буквально двух-трех тележек отсева. Поехал покупать. А все эти базы закрыты. В воскресенье никто работать не хочет. В следующий воскресенье. Поэтому выходим в положение путем течения. Хорошая цель. А лучше, чем тот? А? А? А лучше? Ну, этот-то отсек будет. Ну, заканчиваем его вместе. Вот видишь, как хорошо, что ты его перевез с Курчан, да? Вот пригодился тебе. Да. Пригодился тебе. Пригодился. Так знал. Здесь как раз куба два-три. Ну, два. Два точно будут. Взять перец. Я, короче, еще даже не успела доготовить, покушать. Разуваюсь. Не успела приготовить, покушать, так как мне никто просто не дал. Мама здесь, он намораживает потихонечку. Поживайте нам. Ну, мамочка, мамочка. Так, у меня что здесь? Перец. Ладно, возьмем пока эти Курчинки. Не хочу долго ковыряться. Сейчас покушку готовят, а в следующий раз. Ё-моё. Чё там? В следующий раз уже приеду перец. Здесь. Чё у нас здесь? Индейка, индейка, индейка еще есть. Только смотри, Зая, ты разувайся, если что-то. А что ты взял? Я не хотел тут перец взяла. Сейчас. Только не забудь вот раз. Чё не забудь? Не забудь вот раз в машине. Рушан, давай, не болтай. Много взял трость мне. У мамы взял мне овощи. Тебе не надо? Тебе ничего? Нет. С детьми пошла домой. А он все забыл. Оставил в машине, у меня, короче, все там потекло и все пропало. Ладно, мне нравятся у мамы куры. Они у нее чупатые. Чупатые или чубатые? Ну, больше смесь бульдога с шусорогом. Они прикольные. Главное, чтобы все курочки были, было прикольно. Ты поймешь сейчас, нет? У нее еще рано. Еще рано? Да, но они прикольные. Это с такими чупиками все. Эй! Видно, нет? И в том плане, что мы его будем сносить там, строить новый забор. Зачем нам это надо? Мы этого делать, естественно, не будем. Мы просто будем накрывать профлистом, да? Либо профлистом, либо поликарбонатом. А, да, вот поликарбонатом, скорее всего, потому что у многих поликарбонат. Ну, мы посмотрим как бы. Просто будем по ситуации смотреть, потому что куда-то подходит поликарбонат, куда-то не подходит поликарбонат. Просто там вопрос словом, когда дойдем до него, будет понятно, из какого материала он сделан. Вкручивают сюда саморезы, не вкручивают сюда саморезы. Потому что поликарбонат его нужно саморезами вкручивать, а если это металл, там, стенка больше, там, двух миллиметров, то, понятное дело, саморезу довольно не крутится. Придется как бы высверливать дырки и сажать на скобы. Не скажете на какие-то штучки. Да. Кто-то понял, кто-то нет. Я думаю, если мужчины есть у нас на канале, они поймут, мужчины нет. Я, если честно, ничего не поняла. Так что, сперва я, конечно, забор этот покрашу. Это будет, может быть, на неделе, я не знаю. В ближайшее время нужно уже начинать красить. У нас температура, к счастью, к нашему, спускается вниз. Нет? Потом подниматься будет? Подниматься будет? Сегодня, по крайней мере, уже там шиндец какой-то. Серьезно? Я уже стою там, неожиданно, что это за инструмент берешься. Горячо? Угу. Капец. Ну ладно, буду выбирать, короче, я погоду. И как немножко уже такого солнца не будет, солнцепека. Потому что я могу это делать только в обед, когда у меня дети спят. Я же не могу детей рядом посадить и красить, краска вонючая. А детей где-то бросить и туда идти красить я тоже не могу. Это, естественно, когда они спят. Вот они спят там, кто час спит, сейчас кто полтора спит. Я говорю, от погоды зависит, потому что кондиционер дома вырубается. И, естественно, потом начинается уже душно, и они начинают просыпаться. Прям полностью там два часа положенных, да, в дневной сон, они не спят. Вот. Когда один проснулся, будет второго. И все. И это, и буду выбирать, конечно, по погоде, и начну красить. Забор краску уже я купила, мы показывали, ездили. Я выбрала черную матовую краску. Потому что кто-то мне там даже писал, глянец, он тебе через неделю уже весь будет не глянется, не будет этого блеска, но он все равно блестит. Вот сколько уже, месяц прошел. Да, он через, не то что матовая, он не то что еще, он же такой, сама структура такая немножко шероховатая. А глянец, как бы, да, она вроде бы перестает, может блестить, но она всегда такая вот гладкая такая, ну... Некрасивая. Ну, кому как. Мне, кому-то нравится наоборот, ну, это блестяще. Для этого и придумали краску и матовую, и глянцевую, потому что кому-то нравится. Да, и там спрашивают в телеграме. В телеграме, кстати, мы уже столько много показали всего, а как мы площадку во дворе сделали, там уже так вот все было замечено и все подобное. А еще Рушан купил огромный, огромный бассейн, вот. И вопрос такой был, соседям, типа, будет не очень прикольно, когда вы его будете сливать. Такое ощущение, что у нас здесь у одних бассейн стоит. Нет, ну, здесь, во-первых, бассейнов много стоит, а во-вторых, зачем его сливать? У наших соседей тоже бассейн стоит, а куда они будут, интересно, сливать? У них, кто у них... У нас у всех здесь, получается, ячейки по 6 соток. Да, и это... Если слить надо понемножку, слили чуть-чуть сегодня, чуть завтра, и все, в чем... У нас здесь... У нас почему-то нет проблем, почему вы их ищите постоянно, я не знаю. У нас здесь даже грунт такой, как бы, я могу выкопать метр на метр яму и поставить туда сливаться потихоньку вода, и она будет сливаться, и она все будет входить в грунт, как бы, и проблем с этим не будет. По поводу того, что, там, чтобы вода не свела, там, потом у нас и без того здесь вода не цветет. Ну, она у нас какая-то желудая. Ну, это сероводород, но, как бы, ржавчины... Химию, короче, нам использовать не надо здесь. Единственное, какую-то химию, это перекись водорода, но, опять же, это какая-то... Это не такая сильная химия, как бы, это не хлор и ничего тому подобное, поэтому нормально все. Так что ни в чем мы не видим проблем. За забор не переживайте, за бассейн тоже не переживайте. Кто с нами в Телеграме, тот уже много каких кусочков видел. И уже тебя там... Ай, Диана, говорит, хватит, пускай, говорит, Рушан, там, он... Типа, ты не торопишься показывать, видео монтировать. Что быстрее, быстрее. Ты, что у тебя на канале, только заливаешь? А я уже в Телеграме много чего показала. Да? Да, засветила. У меня уже заливили, все. Я уже все засветила, так что это... Переходите, кому интересно, в Телеграм-канал и смотрите. Вот такая классная площадка для детей. Вот, в первую очередь для детей, а все остальное потом... А кому интересно, как все дела, переходите на мой канал. Так что вот так. Я думаю, кто так был беспокоен нашим забором, я вас успокоила, что мы ничего трогать не будем. Только, я говорю, покрашу я сперва его потихонечку. Не за один раз, естественно. А потом уже будем думать по поводу, как вот просто прикрыть немного его. Кто-то писал, там, туйки посадить, и это посадить, и то, это так долго растет. Прежде чем посадить, это нужно... Вот это вот опаловка, да? Опаловка называется? Да. Возле дома, вокруг дома бетонка. Отмазку. Отмазку. Залить. А потом все-таки у нас еще кое-какие планы по поводу дома, как его обыграть. А это все будет мешать, понимаете? Ну, видите, вот вы торопитесь, вперед бежите, а у нас другие немножко планы. Мы вот это хотим, то сделать, это... Мы не можем там сейчас что-то посадить. Поэтому пока нет. Нет. Это уже, скорее всего, на следующий год будет. Ладно, пошла.